Когда у меня была встреча с руководством Министерства спорта, и мне сказали, что лучше мне отказаться от этой истории. Потому что если я не откажусь, то практика развития вида спорта, которой я занимаюсь последние, независимо, там, избран, не избран, да, у меня ничего не поменялось. Я как тогда сказал, чем мы будем заниматься, так мы и занимаемся. Давайте обогащать спортивную науку и тяжелоатлетическую методику тренировок данными медицинских. Никому ничего не надо. Слушайте, так нельзя. Когда они сидят во главе, скажем, как будто стало заседание, когда у них в руках властные решения по поводу либо разрешить, либо запретить, либо там наказать, либо не пущать, ой-ой-ой, как они умеют оттаптываться. Если этого не произойдет, знаете, кто бы ни выдвигался в президенты федерации, он все равно станет либо белой вороной. Второе. Это вот фон, на котором все это происходило. Знаете, а дальше, я жизнь большую прожил, я разное видел истории, знаете, связанные с выборами, в разные властные структуры. И в моей биографии есть эпизоды и крупные, чем, так сказать, конференции Федерации тяжелоатлетики России. Поэтому удивить-то меня разного рода, там, с закулистными интригами трудновато, но я не буду лыковить я другого. Знаете, руководство Министерства спорта тоже ведь заняло позицию, так сказать, несколько иную. Как обычно бывает, вот в таких переломных моментах функционеры спорта начинают думать, а что для них менее волнительно и неспокойно. Знаете, сукин сын, пусть он, но свой сукин сын, тот, который знаком, известен. И тот человек, который выскочил откуда-то там, как черт из табакирки, и вдруг стал таким активным, и таким вот он решительным, да, и вот он тут решил, и тут решил. Я логику чиновников понимаю, я когда-то бывал и в этой шкуре, и в этом отношении, поэтому психологию властных функционеров, бюрократов понимают. Поэтому не обижаюсь. Когда у меня была встреча с руководством Министерства спорта, мне сказали, что лучше мне отказаться от этой истории, потому что если я не откажусь, с гарантией Федерации будет лишена аккредитация. Мне это сказали прямо в глаза. В разговоре, в котором участвовало, три человека вместе со мной, с самого высокого руководства Министерства спорта. Я ответил, я говорю, знаете, Лавницева, вот если бы я был человек из тяжелой атлетики, я вам честно скажу, я бы не принял этого, скажем, предложения. По одной простой причине. Потому что в виде спорта очень высока цеховая солидарность. Не в смысле, что все друг друга поддерживают. К сожалению, поддержки-то особые, если об этом пойдет разговор, в тяжелой атлетике не очень много. Ну, просто индивидуальный вид спорта, он тоже накладывает отпечаток. Все, потому что это я вот такой сильный парень, на самом деле. Мы соперничаем друг с другом, а не только со штангой. Но это другое. Если бы я был человек из цеха, я бы по-другому себя повел. А здесь я не имел права делать вид спорта заложникам своей, пусть даже рациональной и эффективной стратегии поведения. А вдруг, если вспомните конференцию, я ведь, моё последнее слово перед тем, как я снял свою кандидатуру, заключалось в чём? У меня есть запись этого моего слова. Мои коллеги меня просто записали. Я говорю, задайте вопрос представителю Министерства спорта. Если будет избран человек, не их креатура, не тот, который предложен в Минспорту, будет ли лишена аккредитация Федерации тяжелоатлетики, это утомило возрастом, давайте, у нас аренда заканчивается, конференция уже лимит по времени исчерпала, никто не услышал. Понимаете? Вот такая история. А создавать вот этот цунцванг, да, как говорят шахматисты, ситуацию, при которой твоё решение станет первой победой, это неправильно. Значит, ситуация пока не дозрела для того, чтобы входить сюда с некими, ну, если хотите, ну, такими революционными, революционными преобразованиями, с которыми я хотел войти в тяжелоатлетики. Та практика развития вида спорта, которой я занимаюсь, последняя, независимо, там, избран, не избран, да, у меня ничего не поменялось. Я как тогда сказал, чем мы будем заниматься, так мы и занимаемся. Начиная от развития тяжелоатлетики детской, кончая моей поддержкой людей-чемпионов, у меня по-прежнему в моей команде и Лёша Ловчик. Давайте не будем забывать, да, на самом деле, что система-то ведь такова, что она за скотки человека выносит формально и по факту моментально. Так только с ним случается, то что случается. С первого дня, он у меня в команде, и ни на секунду я не оставил ее, ни у самих силы. Таня Кошерина, как тогда вот случилась, под угрозой того, что будет дисквалификация и так далее. Я так до сих пор, она в моей команде и сейчас выступает на этом помосте, как член команды Гераклиона. И много еще чего, я уж не говорю о соревнованиях или какой-то поддержке, или моего вхождения в партнерские отношения с компанией, производителем тяжелоатлетического обороны. Значит, тогда ведь просто не созрели вопросы. Знаете, как классики революции говорили, да, должна сложиться некая революционная ситуация, которая предполагает, что низы не могут жить по-старому, верхи не могут управлять по-старому, и революционная активность масса достигнута на высшем пределе. Ничего из этих трех основных причин тогда не случилось и не сложилось. А сложилось ровно то, что я в своем выступлении на конференции сказал. Я с высочайшей степенью вероятности тогда прогнозировал вот эту дисквалификацию годичную, которая в октябре прошлого года у нас наступила. Я же сказал, так будет. И нам надо привыкать к тому, чтобы внутри себя не сбиться с шага, а продолжать, несмотря на это, развивать тяжелую атлетику, чтобы не дать ей не умереть, не затухнуть, ничего. Вот и вся история. Я не был настроен, знаете, на дипломатические воежи по городам и висим, заграничным, так сказать, для того, чтобы рассказывать потом анекдоты про то, как я договорился, что у нас не будет дисквалификации. Мне это не нужно. Когда мне нужно куда-то поехать, я поеду. Но задача развития тяжелой атлетики, как вида спорта, который попал в непростую, тяжелейшую ситуацию, она вот здесь, внутри нужна была. Особенно, когда на поездку дня вот такой тяжелый вопрос, как Дупин. У меня центр спортивной медицины. Я с первых шагов знакомства с тяжелой атлетикой призывал, ребята, давайте начнем все-таки внимательно к здоровью спортсменов относиться. Давайте начнем такие, не только по линии ФМБА, потому что спорт ведь не только из спорта высших достижений состоит, состоит из детского, юношеского, любительского и так далее. Почему не хотите? Почему? Давайте начнем изучать, давайте обогащать спортивную науку и тяжелоатлетическую методику тренировок данными медицинских. Никому ничего не надо. Слушайте, так нельзя. Вот наши многие проблемы, они сегодня от того, что мы обвиняем всех вокруг себя в наших бедах и проблемах, но очень не любим посмотреть на себя в зеркало. А корень проблем, то чаще всего, я это утверждаю, он в этом зеркале крылится. Вот в чем вопрос. Поэтому и еще одна вещь. Вот я надеюсь очень, что те проблемы, которые вообще вокруг российского спорта образовались сейчас в связи с алипийскими играми, в частности, зимними, и все предыдущие два года, они заставят какой-то повести серьезный разговор о том, что у нас вообще в спорте происходит с его управлением. Для меня, очевидно, как для человека, который на частном уровне, почти шесть лет занимался не просто развитием, с нуля там некой частной темой, мы спорт создали в России в функциональном огороде. Мы три года ходили по коридорам Минспорта, пытаясь его утвердить. Все биографические рогатки, и изыски, и трамбовку, какую только можно было увидеть, мы на себя ощутили. Вот нас, когда сейчас Международный Олимпийский комитет возил там лицо по поводу наших допинговых либо проблем, либо инсинуаций Родченкова, мы говорим, ах, какие плохие бюрократы. А мы думаем, наши бюрокаты лучше, что ли? Когда они сидят во главе, скажем, как будто стало заседание, когда у них в руках властные решения по поводу либо разрешить, либо запретить, либо там наказать, либо не пущать. Ой-ой-ой, как они умеют оттоптываться. И при этом не принимают вы внимания ничего, ни ролики с твоих соревнований, ни аргументы, ни факты. И три года через губу, называя каждый раз новые придирки, новые какие-то, так сказать, заковыки, ввозят тебя, как хотят. Понимаете ли? Вот эта система управления, она чужда с портой. Я уверен, что ее быть не должно. Абсолютно. Так же, как к руководству федерациям и видам спута должны прийти люди, не просто знающие, болеющие. Болеющие не за свой доступ к кормушке, к возможности сесть на ставочку и подтянуть на эти ставочки там куда-нибудь, в ЦСП еще кого-то. Играть вот эти инструменты свои власти утвердили, не утвердились. Сегодня этого тренера, завтра другого. Послезавтра вот это его тренера убрали, потому что он слова в интервью сказал, те, которые мне не нравятся. Слушайте, это уже позавчерашний день. Вот так себя вести, ни в управлении спортом, ни в обществе, в современном мире нельзя и невозможно. Должны прийти люди, не просто знающие, болеющие, умеющие. Я очень надеюсь, что в ближайшее время какой-то разговор подобного рода должен состояться в стороне. Я вот так вот это вижу. Если этого не произойдет, знаете, кто бы ни выдвигался в президенты федерации, он все равно станет либо белой вороной, либо человеком, который даже имея какие-то желания, возможности и желания их реализовать, не способен будет их реализовать так, как это можно сделать. Потому что вот это вязкое болото, состоящее из разных элементов, приспособленчества, оно не даст этого сделать.